Писание о Боге Доброму делу приготовлен Вчера мы вернулись домой Поздно уже вернулись Наверное в 12-м часу отсюда И вот сын Данил заносит Рамку меда Такая желтая Желтая такая, знаете Вся закупоренная Каждая ячейка закупоренная И дает мне ее подержать Но я ее взял, она вроде небольшая А какая? А тяжелая Сколько туда принесено Всего доброго И вот он взял нож И начал резать Раз Кусочек вырезал И подает И вот берешь в рот Настоящий мед Такой сладкий Такой ароматный Почему я это вспомнил? Не для того, чтобы у вас аппетит вызвать Нет Но Писание говорит о том, что Оцените вы, кто принял Крещение Оцените Священное Писание Слаще меда оно И капель Сод, которые капают Слаще Это самая настоящая Правда Если вы Я думаю Нет Написано 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 А для того, чтобы ясно знать, что написано Нужно читать и полюбить книгу жизни Крепко и сильно Оно слаще меда и капель текущих сота Сладкое такое Только от него можно возрасти во спасение Так написано Возрастайте во спасение Знаете, как-то мне в молодости пришлось посетить братьев, которые были в ссылке Родня наша И вот эта Таштагольская область такая Глухая область Во время посещения мы зашли в один дом Такой убокий дом Живет одна лишь сестра с дочерью Когда мы зашли в этот дом Она такая смущенная Я тоже молодой, здоровый Вот как многие здесь молодые люди И мы не ценим наше здоровье Молодости, ясности ума, физических сил Мы не ценим этого И она заводит меня и говорит Я хочу вас познакомить с дочерью моей Ну я захожу, думаю, выйдет сейчас Думаю, выйдет девушка крепкая, здоровая, христианка Мы заходим, детская кроватка стоит в комнате Я думаю, с дочерью А ведет бабушка Откуба у бабушки в детской кроватке возраста Бабушке лет 70 Она подводит меня поближе И вы знаете, что в этой кроватке сидит дочь ее Которой 35 лет Я глянул И я настолько растерялся по молодости На меня смотрело лицо взрослого человека С детским тельцем Этой девушке было 35 лет Она вмещалась в детскую кроватку Свободно играла, перемещалась Разум у нее чуть выше, чем родившийся ребенок Я не знал, как себя вести Вот вы так на меня сейчас все внимательно смотрите Вы тоже самое бы переживали Вы бы поняли, какое горе Это беда, это инвалидность Как дальше? Вот гляньте, какие они все сильные и молодые сидят Если они с сегодняшнего дня Не начнут питаться молоком жизни, как написано Чтобы питались Чтобы питались Возлюбите чистое словесное молоко Для чего? Чтобы возрасти Его спасение, высокими быть Если вы сегодня Сестры и братья Если вы не будете возрастать от этого молока Уродами останетесь Инвалидами останетесь Проблемы будут в жизни И не только у вас Но и те, кто с вами Бог вас родил свыше Он воскресил вас от греховной жизни Он дал нам и священное писание Молоко жизни Чтобы мы впитывали Жили и духовно возрастали На испытания мы спрашивали их Не все, может быть, были и говорили Вы священное писание читаете Некоторые говорят Каждый день А другие так робко Да И чувствуется В этом ответе о том Что еще нет стабильности Чтения каждого дня Священного писания Оно еще не оценилось Так глубоко и сильно Чтобы его впитывать Каждый день Интересно написано здесь о том Что все писание Богодухновенно, полезно Для научивания Влечения в праведности Да будет совершен Божий человек Ко всякому доброму делу Приготовлен Господь хочет Чтобы вы были Очень плодовиты И сочны Он очень хочет И приготовил писание Чтобы вы Вкушали И еще написано о том Что Пусть вы будете Как дерево Которое посажено Где? У источника Вот первый псалом Чтобы корни Вашей жизни Углубились туда Вот писание Библия Чтобы она стала Любимой у вас Оттуда вы будете Впитывать соки Оттуда вы Божете иметь Доброе наставление В праведности Первая заповедь Говорит о том Что возлюбите Господа Бога твоего Всем сердцем Всем разумением Сей крепостью Вчера вечером На общении Одна из сестер Говорит Вот в субботу Я проснулась Необычно рано И Почему-то Этот день Наступил так Внезапно И прямо Солнечный луч Через окошко Прямо на мое лицо Открыла глаза И испугалась Сегодня же Крещение Надо быстрее Я это так Вспомнил и думаю Вот Если все вы Рано Просыпаетесь Чтобы прямо С первыми лучами Встать Со страхом Не проспал Я сейчас Общения С живым Богом Ведь оттуда Мы все берем Оттуда все Питаемся Утренний час Это залог Благословения Грядущего дня Запомните это И у вас Есть вся возможность Вас еще не загружают Утром Завтрак готовить Вам предоставляют Возможности Мамы и папы Вставайте Читайте Слово Божие Заходите В комнату Молитесь И когда вы Выходите Оттуда Лицо Просветленное Для них Это самая Большая радость Мама и папа Все согласны Сделать Лишь бы Дети были Благословенные Духовно крепкие Однажды Была проповедь У нас В церкви Я запомнил Для себя Ее взял Написано Лучшее Кому Господу Не ошибитесь Вот Ваша Молодость Ваша Зрелость Все Что Бог Дал И наделил Вас Все это Господу Четвертая Глава Первого Послания К Демофеев Шестой Стих Здесь Написано О том Что Дуже Ясно Говорит Что В последние Времена Трудное Будет Время Отступят Некоторые От веры Может быть Многие Отступят А здесь Написано О том Что Внушаяся Братьям Будешь Добрый Служитель Иисуса Христа Питаемый Словами Веры И Добрым Учением Которому Ты Последовал Последние Слова Особенно Внимательно Запомните Почитайте Питаемый Словами Веры И Добрым Учением Которому Ты Последовал Вы Последовали Доброму Учению Благоставит Вас Господь Чтобы Вы приняли Это Учение Сердцем Утверждались В нем В послании К евреям Написано О том Чтобы Вы Не Оставляли Собрание Своего Не Так Давно Я Прочитал Книгу Американский Автор Пишет О том Что В Американских Церквах Возникает Очень Серьезная Проблема А я Так Подумал Что Не Менее Серьезные В Русских Церквах У Них Исчезает На Неделе Собрание Молитвенное И Многие Пастора Бьют В колокол Тревоги Люди Перестали Ценить Молитву Залы Молитвенные Не наполняются Молящимися Заполняются Активными Действиями Развлечениями Барбекю И Другие Игры Люди Легко Отдают Этому Время Но Самое Сложное Посвятить Церкви Для Молитвы Чтобы Чувствовать Волю Божию Чтобы Исполнить Ее Всем Сердцем Вчера Сын мой Говорит Мы Говорит Вчера Работали Работает Компания И в одну Церковь Завезли Много Траков Песка И прям Вывали На территорию Этой Церкви Почему Развлечения Будет В день Воскресный Будет Воспоминания Детства Все будут Поддыхаться Играть Веселиться Ну Может быть Это Хорошо Песка Много Весело Всегда Фан Но Вы знаете Назначение Церкви Больше Чем Веселиться Назначение Церкви Бог Основал Церковь Искупил Живые Души Поставил Как столпу Утверждение Чтобы Она Была Светом Чтобы Рассказывала О грехе О правде О суде Возбуждала Чистый Смысл Евангелия Говорила Людям О будущем О спасении И погибели Открывала Людям Глаза Бог Да благословит Вас Оценить И полюбить Церковь В ней Сложно И будет Сложно Из всех Апостолов Только Один Умер Своей Собственной Смертью Все Остальные Погибли Будучи Распяты Застырены Замучены Бог знает Как у вас Будет в жизни Но Да благословит Он вас И сохранит Вас В уповании Крепкими Чистыми И освященными